В Туркестанской области жители от Ирарского района просят спасти их от волков. Дикие животные ничего не боятся и приходят поужинать прямо во дворы к собачьим мискам. Но больше им по вкусу домашний скот. Коров и лошадей уничтожили уже столько, что жители отказываются их держать. Невыгодно. А сами уже опасаются ходить в сумерках в одиночку. Как так вышло, что дикие звери держат в страхе людей в материале наших корреспондентов? У жителей аулов, расположенных вдоль Сардарии, наберется целый архив подобных видео. Шакалы свободно разгуливают в окрестностях и не боятся ни шума автотрассы, ни людей. Пастись скоту в этих краях практически негде. Пастбищ нет. Зато есть тугая и пойменные леса. Но они, говорят местные, буквально кишат дикими волками и особенно шакалами. Поэтому вернуться живой и здоровой оттуда удается не каждой лошади. Рызбай Абихалыков только за последние полгода потерял 23 головы из своего табуна. Люди жалуются, что дикие животные стали здесь хозяевами. По вечерам они пробираются во дворы, воруют еду у собак и ходят по улицам. Поэтому с наступлением темноты сельчане даже в туалет по одному не ходят. Особенно боятся за детей. А несколько дней назад шакала убили рядом с детским садом. Ребенка одного на улицу выпустить нельзя. На него могут напасть. Шакалы редко поодиночке ходят, поэтому опасно. В стае они и на взрослого легко набросятся. Сельчане, которые в этих местах в основном живут животноводством, даже стали распродавать скот. Говорят, нет смысла растить его на съедение волкам и шакалам. Чтобы обезопасить домашнюю птицу, и собак во дворах тщательно закрывают все щели. Сами люди решить проблемы не могут. За отстрел без разрешения грозит крупный штраф. А те, кого нанимают специально для отстрела, жалуются сельчане, работают плохо. Года три назад ко мне обращались люди. Говорят, ты местность знаешь, покажи. У них с собой уже была туша шакала убитого. Они его одного в трех-четырех разных местах пофотографировали и все. Вот и вся охота для отчета. А нам, если без разрешения ружье достать, сразу штраф 180 тысяч. Чиновники же рассказали, что сейчас разрешение на отстрел выдает специальная автоматизированная система. Получают их охотники-любители. Заставить их идти специально на шакалов никто не может. Поэтому регулировать численность опасных животных сложно. В этом году разрешено к отстрелу 856 шакалов и 312 волков. Гражданам выдали 485 разрешений. Это меньше, чем в прошлом году, но уже 3-4 раза люди выезжали на охоту на волка и шакала. По данным инспекции, в регионе насчитывается более 800 волков и 14 тысяч шакалов. После жалоб сельчан, чиновники пообещали снова организовать охотников и выехать в места, где дикие звери доставляют особенно много беспокойств. Ирина Морозова, Бекабиев Андрей Семерев, Катакам, Туркестанская область.